Итак, дорогие друзья, это разбор 15 уроков, как работает джанга. Ссылка в описании. Мы разобрали вход в джанга, я коротко просто покажу, что мы сделали. Сами уроки целых 15, там очень много мелочей. Нам надо в первую очередь базовое понимание. В отличие этого курса от других моих курсов, что вообще здесь мы все делаем в виде проектов, приложений, то есть реально пишем проекты. Теперь давайте посмотрим, мы MySite написали маленькое приложение, старались не перегружать кодом. Сейчас мы продолжим его дописывать, прикрутим дизайн, создадим кабинет и все. Но наша задача первая была понять, как работает джанга. В курсе я останавливался на том, как создаются модели. В дальнейшем мы еще так же пока рассматривали, легко могли наметить. Но это я скажу в конце, с чем нам работать. Но в принципе можно говорить и по ходу. По сути дела, первая задача джанга-разработчика, это создать модель и данные разместить в базе данных. Это задача номер один. Мы это сделали. Сразу мы легко себе набросали, что нам надо изучить. Нам надо разобраться с полями, нам надо разобраться с тем, так как джанга-модель это класс, дописывать разные классы в моделях. Это уже в процессе дальше. Когда у нас размещена модель и мы проверяли данные в базе данных, вот наша база становится вопрос номер два. Надо оттуда забрать, извлечь данные нужным нам способом. Иными словами, для этого пишется представление. Мы написали представление. Я не зря использовал не функции в начале, а именно работу на классах. Я объяснил это в группе ребятам. Почему? Сейчас вам покажу. Почему я сделал так? Для того, чтобы именно не остановиться и не забыть сделать некоторые вещи. Итак, когда мы работаем с классами, на самом деле мы можем написать приложение в такой сложности, например, как Pandas. И у джанга для этого все есть. Джанга предоставляет по умолчанию два класса, детали, виллы, листы, вив. И смотрите, какие уникальные вещи. Если мы, например, смотрим, то здесь есть большое количество методов. Не сильно большое, но именно оно нужное, но расширяемость очень огромная. Да, в процессе я сразу знакомлю вас с документацией. То есть все, что мы делаем, мы делаем по документации. Так как я когда-то учил, когда в школе изучения Python по системе работы с кодом, мы идем от нашего кода к документации. И с этого момента вы больше знакомитесь с документацией, вам становится понятно. Но пока обратим внимание на этот сайт. Здесь есть контекст. То есть, по сути дела, это выборка чего угодно. Мы можем выбирать по времени, мы можем выбирать по разным пылям. То есть мы можем делать абсолютно любую сортировку. Но многие не знают, что в джанга есть еще очень крутые вещи. Есть такая библиотека «Жанга Бракс». Это миксины. Миксин, что такое миксин? Миксин – это примесь. По сути дела, если мы смотрим на этот класс, то это будет написан такой же класс, то, как правило, у него добавляется еще слово «миксин», то есть примесь. Для чего это нужно? Ну, например, мы можем сделать выборку по конкретному пользователю. Потом мы напишем, у нас будет написано в приложении 10 классов. И добавив миксин в каждый класс, каждый класс теперь будет выбирать еще и по пользователю. Но на самом деле может быть разное, может быть совершенно разное. Вот здесь вот эти все миксины, их очень много. Но немногие знают, что они уже давно с 1.11 или 1.10 есть в джанга. Если мы добавляем в дальнейшем себе в работу миксины, то мы сильно упрощаем код. Буквально минимум кода мы сможем делать довольно крутые вещи. Теперь давайте складывать в голове даже то, что я сказал. Когда у нас есть класс ВИВ, лист ВИВ, детали ВИВ, то мы имеем в первую очередь, я это повторяюсь, определенные методы, которые, в принципе, нам предоставляют методы дата выборки. То есть, когда дата много, да, выборки по шаблонам, выборки с базы данных. То есть, у нас здесь есть два направления. Следующий момент. Добавляем, кроме того, что иными словами мы можем написать в самом представлении, добавляем сюда понимание миксинов. Это то, к чему я веду. Что дальше, да? Добавляем понимание миксинов. Они все есть в джанга. Иными словами, это делает наше приложение. Именно мы выбираем то, что нам надо на данный момент. Выбрали по пользователю. Допустим, только зарегистрированные. Так мы можем распределять права. Это очень круто. Но не но, а а. И применяя разную выборку с моделей и миксины, это получается целый стиль. Например, библиотека Pardos в основном написана на миксинах. То есть, это очень круто и очень классно. По сути дела, этого хватит на очень сложный код. Конечно, в джанга еще есть довольно много вещей, которые можно еще добавить. В джанга 4 добавляется еще редис, который мы изучаем. Что такое редис? Ну, если простыми словами, это мини-база, которая умеет обрабатывать сотни, сотни тысяч запросов в одну секунду. По сути дела, это больше всего нужно, наверное, когда мы в джанга будем использовать JavaScript. Ну, например, если мы пишем, как в ВКонтакте поставить лайк, то без изменения страницы, да, то есть без перезагрузки страницы, это будет срабатывать. То есть, эти запросы тогда хранятся не в основной базе. В основной базе хранится запрос, а вот эти лайки за плюс-минус, да, там сердечко, они будут храняться в базе редис. Это, при этом тогда могут ставить лайки тысячи человек, и это будет легко сразу отображаться. Почему? Потому что редис так работает. Он работает очень быстро. Когда у людей из Windows, то они использовали редис, но там, благодаря энтузиастам, были сделаны костыли, поэтому теперь редис будет из коробки в джанга. Также редис очень классно использовать с API, с кэшем, ну, то есть, применение найдете. Иными словами, надо сделать вывод такой. Это я отвлекся немножко. Когда нам надо обрабатывать какие-то большие объемные информации, то мы можем использовать редис. Значит, пошли дальше. Я чуть отошел в сторону, чтобы вы поняли, с чем мы дальше будем работать. Единственное отличие, что мы будем это работать в виде приложений. Итак, у нас есть в базе данных размещена информация. Вот как только мы, по сути дела, программист разместил в базе данных, создал модель и, грубо говоря, затолкнул базу данных, теперь она наша. Теперь мы любую информацию можем оттуда извлечь. Мы можем извлечь, иными словами, в виде полей. В данном случае два поля, title и content, то есть, заголовок, какой-то контент. Мы позже допишем поля, я просто сказал, что сейчас не хочу перезагружать. Теперь мы ее извлекаем. Для этого мы пишем представление. Представления пишутся простые совершенно в данном случае, так как я сказал, что когда мы используем классы, если посмотреть классы, то здесь используются вообще два метода, мы посмотрим дальше. Либо в сам класс записывается определенный контекст, а потом выбирается уже в шаблоне. Все происходит дальше в шаблоне. Итак, в данном случае представление отвечает за то, чтобы извлечь данные из модели. Таким образом мы делаем вывод, очень простой, как модель связана с представлением. В данном случае у нас есть модель articles, в представлении мы указываем модель, и таким образом мы связываем. Нам больше ничего не надо делать, потому что джанго все сделано для нас. Дальше у нас есть методы, которые мы изучим, можем расширять. Итак, модель связали. Шаг третий. URL-путь. Когда открыт этот сайт, появляется URL. URL. Вообще, на самом деле, отсюда начинает работать джанго. Мы с вами разобрали URL. Что происходит? На самом деле, URL-паттернс, и смотрим список, и дальше у нас идет URL. Я сейчас не буду объяснять, что это такое, я просто объясню смысл. На сайте, когда мы работали с Python, тут есть еще раздел Python, мы с вами делали следующее. Одни функции вызывали другие функции. В данном случае происходит то же самое. Функция URL-паттернс вызывает в данном случае класс. Неважно, функцию класс, это совершенно неважно для Python. На самом деле, просто вызывается. Как только человек, браузер крутится, открывает страницу, идет обращение сюда. По сути дела, раньше называлось URL, теперь называли патч, либо repatch. Repatch, когда используем символы регулярных выражений. Так вот, конечно же, сразу считывается URL. URL нашего класса. Все очень просто. Все очень просто. Django начинает выполнять вот эту функцию. То есть, это класс. И все работает. В данном случае нам, так как это видео короткое, а не урок, в данном случае нам надо четко понять одну вещь. URL связан с представлением. Потому что в URL имеется название представления. Название нашего класса. И последнее, что нам надо сделать, это то, чтобы мы увидели что-то на странице. Там много мелочей рассматривали. По сути дела, здесь мы работаем шаблонами. Когда мы работаем с классами, то нам ничего не надо придумывать. Здесь есть готовые методы. Например, если обратиться к Django, когда связано с шаблонами, надо смотреть здесь все просто. Контекст. Мы далее с ним поработаем с командной строкой в Jupyter. Потому что здесь надо очень хорошо понимать. Когда мы открываем контекст, где есть даты, даты это всегда много. А мы в данном случае и выводили весь список. Давайте откроем. И здесь мы видим, сразу нам предлагается несколько методов. Мы воспользовались первым Object List. По сути дела, здесь все работает просто. Я не буду сейчас сказать механизм, я рассказал в уроках. Мы используем этот метод. Когда мы используем этот метод, в конце концов, мы получаем то, что получили. Мы получили наши названия статей. Вот они. Все. Этот принцип работы Django, он везде одинаков. И всегда будет поддерживаться вот таким способом. Конечно, мы сейчас дальше продолжим писать излечение одной записи. Потом прикрутим админку. Это все будет потом. Я просто не хотел перегружать код, как я сказал, чтобы было понятно. На самом деле всего 4 простых шага. Но эти 4 простых шага легко дают понимать, что надо на самом деле изучать. Здесь вполне все понятно. Первое. Первое, что надо всегда разобрать. Давайте я подведу итог и скажу, как я и обещал. Первое, что надо. Это подробно разобрать модели. В моделях самое главное разобрать, это настройки полей. Так как, по сути дела, сами поля, их довольно много, 15. Ну, посмотрел, там вполне понятно. Поле e-mail, это значит e-mail. Text field, это text field. По сути дела, здесь мы будем обращать внимание на настройки полей. И даже в первых уроках на YouTube, где загружено сейчас и это видео, вы поймете, мы уже были затронули, бланк, истина, нуль, истина. Эти настройки полей нам именно довладеть свободно. Это архиважно. Второй момент. У нас здесь не хватает класса мета, который переопределяет, но о нем позже. То есть мы можем как-то по-другому называть модель, менять имя модели для базы данных. Это потом. Самое главное, в чем надо будет разобраться, что в Django модель это обычный класс. Значит, он поддерживает методы. То есть мы сможем далее дописывать методы. Например, такие SMS, как Vectile, они вообще, у них нету представления, да? У них все пишется в модели. Иными словами, в виде метода можно написать там все, что угодно. С этим надо тоже разобраться. То есть, по сути дела, мы себе легко набрасываем, с чем надо разобраться. Ну, конечно же, опыт. Еще один момент, с которым мы далее будем разбираться подробно, это... Это выборка. Выборка с моделей. Когда мы хотим выбрать разными методами, то Django имеет большую кучу методов. Мы можем выбрать одну запись, 10 записей, 3 записи. Мы можем выбрать по времени, мы можем выбрать последние записи. Иными словами, можно сделать абсолютно любое ранжирование. Просто мы это изучим. И, в принципе, с моделями основное все. То есть надо собрать, в первую очередь, костяк в голове, не рассоливать. Второе. Представление. Здесь мы поступим двумя способами. В данном случае мы с вами начали писать представление на классах. Я уже ранее объяснил, почему так. Но, тем не менее, мы с вами перепишем и на функциях. Как вам будет удобнее дальше писать, это ваше дело. И так, и так будет правильно. Как будет удобнее, как будет легче, в зависимости от задач и прочее. Здесь основное. Надо понять некоторые вещи. А некоторые вещи я называю выработать для себя стратегию. Зачастую я иногда просматривал книги, и чего там не хватает. Там просто пишут. Давайте напишем приложение. И пишут. Но вопрос изложения материала, он неверный. Ведь в первую очередь, что надо объяснить человеку, который изучает, почему это делается. Этим и отличается моя школа. Вот если взять классы, то я вам скажу, почему хорошо писать на классах. Потому что мы с вами до этого говорили о миксинах. А ведь это целое направление разработки, на котором разработают целые пачки продуктов. То есть, по сути дела, здесь складывается в голове такая картинка. Может складываться. Да? Что, где это делалось? Может складываться такая картинка. Продумывая продукты, создавая базу данных, при этом контекст, то есть это то, что будет писаться для шаблонов, а кересет это то, что будет писаться для баз данных, то есть выборки. И они пишутся как методы. Взял, удалил, для баз данных так это все равно. Ну и по сути дела, у нас складывается три вещи основных. Первая вещь, это мы составляем контекст. Иными словами, то, каким образом будет ранжироваться, показываться информация в шаблонах. Второй момент, мы с вами можем использовать методы кересет. Тут есть погенация и все прочее, и прочее, и прочее. Кроме этого, понятно, вполне, вот до этого мы переходили на выборку, вообще на выборку, я показывал кересет с баз данных, все эти методы можем использовать. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли самое главное, что мы как методы используем, можем использовать здесь контекст работы с шаблонами, кересет работы с базой данных. И опять повторюсь, то, что мы добавляем. И сюда добавляем миксины. Получается три вещи. Контекст, кересет, то есть выборка, и миксины. Это и есть направление разработки. То есть код будет состоять из трех вещей. По сути дела, если вы какой бы сложностью сайт не писали, вам всего это точно хватит. Вам не понадобится никакая дополнительная библиотека, потому что все это есть уже внутри в джанго. Просто вот эти вещи надо понимать и осознать. То есть вот как я рассказал вам сейчас, да, одно дело читаешь книгу, там, да, книги, я не призываю в никаком случае, ребята, не читать книги. Книги должны быть дополнением. Но ведь что вам хочется узнать? Почему так делается? Правильно. Поэтому когда вы пишете представление, вы после знакомства должны понять, какая у меня стратегия, что я буду писать. Если я пишу на классах, то в чем она заключается? И вы себе уже можете даже с этого короткого видео набросать плавно и увидеть. Моя стратегия будет заключаться. Я буду использовать для начала классы. Значит, первое, что у меня есть. У меня есть классы. У меня есть готовые методы. Значит, дальше, когда я планирую сайт, я буду писать методы для выборки с базы и методы для шаблонов. И это то, что будет происходить с сайтом. Все дополнительное, то, что мне надо. Ну, например, там, работу, выборку по пользователю. То есть человек авторизовался, он добавляет запись, удаляет запись. И это будет всегда, все классы будут видеть, что это делает определенный пользователь. Если он добавил запись, он только может удалить. Вот это я буду делать при помощи миксинов. Или второй такой пример, более развернутый. Вы пишите сайт для какой-то большой компании. Например, у нее есть один основной сайт, офисный, да, и все остальные. По сути дела, если там есть наследование, вы можете написать определенный миксинг, и определенная тактика уже пойдет по всем классам. Это обычные примеси. Но, по сути дела, из чего это? Потому что Python поддерживает множественные наследования. Но в Django, именно разработки, это очень круто используется. Отлично, это мы немножко поняли. С URL мы разобрались. По сути дела, осталось нам в курсе было разобрать последний шаг. Это templates, да. Я уже о них говорил. Просто я говорил, добавлю, а сейчас я скажу на templates в разрезе того, что мы только что прошли. Так вот, то, что будет касаться контекста, то будет работать с templates. Я вам говорил, что мы, в принципе, использовали готовые вещи. И готовые вещи уже, готовые методы. Смотрите, они есть. Выборка объектов, погенация. То есть, все это есть. Также уже и заготовлены, и определенные миксины. Подводим итог и перечисляем то, что нужно. Итак, чтобы понимать, как и почему работает Django, надо всего лишь поставить два вопроса. Какая у меня задача, как у разработчика Django? И я говорю, моя задача, как у разработчика Django, задача номер один. Это поместить данные, которые мне нужны, в базу данных. Это я буду делать при помощи моделей. Второе. Вторая моя задача, как разработчика Django, это извлечь данные из базы. Дальше я вот это понимание извлечь, разделяю на две вещи. Каким образом извлечь? И тут мне на помощь подходит то, о чем мы говорили. При извлечении я могу сразу подготовить выборку, то есть, каким образом извлекать. Например, извлекать только по определенной дате. Или извлекать только последней. Или извлекать каким-то образом. То есть, кроме извлечения, я еще добавляю задачу, каким образом я хочу извлечь. При этом это все потом может меняться. Вы что-то придумали, дописали метод, переписали это. То есть, это все может меняться, и оно будет у вас улучшаться. Вторую вещь, которую я думаю, это я сразу себе представляю, когда я извлек, пока я URL пропускаю, а я себе задаю вопрос, а как я хочу это показать на сайте? Это вопрос для меня принципиальный. Почему? Потому что, если я работаю с классами, почему? Это самый главный вопрос. Почему я так думаю? Если я работаю с классами, то все действия происходят основные именно в шаблонах. То есть, то, что мы видим в данном случае, я своих ребят школы учу от представления к документации, чтобы они потихонечку начинали привыкать и понимали, потому что многие это пропускают. Это неправильно. Документация должна быть читаема. И мы использовали этот метод. После того, как я им показал, они сразу понимают, а, теперь я понимаю, теперь я смогу дальше использовать. Иными словами, представление сразу работает в классах с шаблонами. Здесь я решаю, что я хочу показать. Если в представлении я думал, как я хочу показать, каким образом, допустим, по последней дате, то здесь уже конкретно, что я хочу показать. Ну и URL – это обычный путь, да? То есть, то, что мы видим здесь. Здесь все просто. Мы уже рассмотрели. Вот, в принципе, и все. Это не был урок. Это было просто повествование. То, что мы делали в 15 уроках. Спокойно. А дальше пойдем примерно так, как я сказал. spb-tut.ru Спасибо за доверие.